Президент подписал сразу два документа. Постановление о мерах по созданию школы спортивного мастерства по боксу Махадыра Джалолова и постановление о мерах по созданию школы спортивного мастерства по гимнастике Оксаны Чусовитиной. Подробности в комментарии нашей программы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Цель и задачи постановления заключаются в том, чтобы воспитать плеяду молодых спортсменов, способных повторить те результаты, что достигли Оксана Чусовитина и Бахадыр Джалолов, чтобы они могли поделиться своим опытом и знаниями. Не секрет, что спортсмены, добившиеся больших результатов, всегда являются примером для тысячи молодых людей. Надо отметить, что открытие школ мастерства Бахадыра Джалолова и Оксаны Чусовитиной – это большая ответственность, которая заключается в том, чтобы подготовить молодых спортсменов, способных добиться таких же результатов, а может быть и больше. Во время встречи с президентом глава государства подчеркнул, что будет создана школа мастерства по боксу Бахадыра Джалалова. Я был не просто рад, я был наполнен гордостью. Мы хотим собрать воедино наиболее одаренных боксеров. Я приложу все усилия, чтобы передать свой опыт, навыки и секреты этого вида спорта. Я горю желанием оправдать высокое доверие главы государства и подготовить будущих чемпионов и победителей Олимпийских игр. Я хочу сказать огромное спасибо нашему президенту. Школа открывается, будет строиться. Для любого спортсмена открытие новой, такой специализированной, со всеми удобствами зала – это самый лучший подарок, который может быть. Мой самый первый план – это как можно больше привлечь детей, чтобы они занимались спортом, чтобы наконец-то началась селекция на спортивную гимнастику, потому что спортивная гимнастика – это основа всех видов спорта. Сегодня свыше 31 тысячи представителей молодежи, из которых 3000 девушки, регулярно занимаются боксом под руководством около 1300 тренеров в 262 спортивных школах. Также функционирует 16 негосударственных боксерских клубов. В соответствии с постановлением главы государства от 21 апреля прошлого года о мерах по дальнейшему развитию бокса идет процесс создания межрегиональных школ высшего спортивного мастерства в Андижанской, Бухарской, Кашкадаринской и Ташкентской областях. В инвестиционной программе на этот год предусмотрено выделить на строительство данных объектов 38 миллиардов сумм. Естественно, в разрезе спортивной гимнастики присутствие прекрасной половины более ощутимо. Занимаются этим видом спорта около 4,5 тысяч молодых людей, из которых порядка 1600 девочки. В 55 спортшколах работает 195 тренеров, из которых 96 женщины. К примеру, за период с 1996 по 2020 год в Олимпийских играх приняли участие 61 боксер. Ими завоевано 15 медалей различного достоинства. За это же время в главных состязаниях вселенной приняли участие 11 гимнастов. В активе имеется одна медаль. Задачи, которые ставятся перед данными школами, в принципе идентичны. Это подготовка спортсменов на уровне мировых стандартов, осуществление непрерывного отбора и селекция одаренных и перспективных ребят, организация республиканских и международных соревнований, привлечение профессиональных тренеров и специалистов. По направлению бокса прием будет осуществляться с 5 по 11 классы, в размере ежегодного приема 25 одаренных детей. В первый год, то есть с нового учебного года, будет принят весь общий контингент. 175 учащихся, а уже затем по 25 в год. Мы запланировали отобрать лучших тренеров по всей республике и наиболее отличившихся боксеров. Я уже приступил к реализации этих планов. Я постараюсь непосредственно принимать участие в тренировочном процессе, чтобы эффективность работы была самой высокой. Да и для меня это большая гордость – тренировать лучших молодых боксеров в республике. К тому же я хочу привлечь и тех, кто принимал участие в моей подготовке. И мы постараемся довести до них азы боксерского мастерства. Бахадыра Джалалова – это открытие школы. Это очень перспективная школа. Есть ребята, которые достойны на эту школу. Чтобы достигли уровень Бахадыра Джалалова, стали чемпионами Олимпийской игры, чемпионами мира и чемпионами Азии. Каждые 3-4 месяца они будут проходить медкомиссию и будут проверяться, какие у них достижения наперед. Это должен быть символ Бахадыра Джалалова. Должны отличаться от Олимпийской школы, от другой школы. У спортивной гимнастики свои нюансы. В этом виде обучение желательно проводить с раннего возраста. Поэтому набор будет осуществляться с 1 по 11 классы. С ежегодной квотой в 15 человек. И так же, как и выше, в первый год будет принят весь общий контингент 165 потенциальных победителей. Мы хотим отбирать талантливых детей. И мы будем стараться, чтобы они учились. Там рядом и школа есть. Очень удобно. Они будут и учиться, и тренироваться. Все это совмещать. И, конечно же, мы очень хотели пригласить хороших специалистов для брусьев, которые поставят технику и научат правильно работать. При таком зале, конечно же, будут и приезжать иностранные специалисты проводить мастер-классы, и именитые спортсмены, которые уже очень хотят приехать и просто побыть на открытии зала, увидеть наш великолепный Узбекистан. Данное постановление президента на самом деле это уникальный документ. Его уникальность в том, что он подчеркивает значимость нашей легенды, нашей звезды Александровича Савициной. Это подытоживание ее многолетнего труда. Это создание школы ее имени, которая будет служить примером на многие-многие годы. Это будет какая-то специальная модель, особая, то есть лучшая из лучших. Что касается проживания, четырехразового питания, обеспечения формой и принадлежностями, то все эти вопросы решаются за счет государственного бюджета. А это примерно 10 миллиардов сумм в год. При этом подчеркивается, что никаких доплат со стороны родителей на компенсацию питания взиматься не будет. Напомним, что согласно соответствующего постановления президента, подобная практика коснулась и учащихся колледжей Олимпийского и Паралимпийского резерва. В то же время школам помимо госфинансирования дана возможность привлекать средства спонсоров. Школа бокса расположится на территории общеобразовательного учреждения номер 259 Юнособадского района, а на строительство и оснащение выделяется 25 миллиардов сумм. А школа спортивной гимнастики расположится в Миробадском районе Ташкента на базе школы номер 175. Аналогичная сумма выделяется и в данной статье расходов. По каждому объекту планируется разработать индивидуальный проект. Потенциал у нас очень хороший. Даже несмотря на пандемию, мы старались, тренировались, показывали результаты. У нас на всех этапах были и медали, и хорошие результаты. И надеемся в дальнейшем закрепить за собой узбекскую гимнастику на мировой арене. Конечно, не все, кто попадет в орбиту внимания тренеров и специалистов, в будущем станет победителем или призером в системе спорта высших достижений. Но то, что он будет закален и готов к любым испытаниям, это точно. Именно в этом аспекте и будет заключаться синтез массовости и рекордов. А это отнюдь немаловажно.